Можно ли ездить с трещиной на лобовом стекле автомобиля? Многих автолюбителей интересует, разрешена ли езда с поврежденным лобовым стеклом. Ведь лобовое стекло на машине никоим образом не застраховано от повреждений. Причиной может стать упавший лед или камень от впереди идущей машины. Я не буду говорить о том, что лобовое стекло с трещинами ухудшает обзор и повышает риск возникновения ДТП. Остановимся на возможных санкциях со стороны ГИБДД. В российском КОАП существует статья 12.5, предусматривающая штраф за управление автомобилей с неисправностями. И треснутое лобовое стекло в перечень дефектов, препятствующих эксплуатации транспорта, не входит. Не помешают трещины на стекле и оформлению полиса ОСАГО, ведь страховой компании предъявлять свою машину совсем не обязательно. В ряде случаев вы не сможете с трещиной на лобовом стекле пройти техосмотр или поставить автомобиль на учет. Все это возможно на основании одного руководящего документа ГОСТ Р 517-09-2001 с названием «Автотранспортное средство. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». Вся суть кроется в формулировке из пункта 4.7.2. Наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенный со стороны водителя, не допускается. Принимая во внимание этот запрет, каждый может самостоятельно решить, что делать, если камень попал в лобовое стекло. Мелкие трещины и сколы, которые не находятся в запретной зоне лобового стекла, можно оставить как есть, если они вам не мешают, либо отремонтировать. Всем удачи на дороге, пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!